Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Каковина. В 2023 году исполняется 110 лет со дня рождения известного северного писателя Евгения Каковина. Сегодня мы предлагаем послушать его новогодний рассказ «Концерт сержанта Голубкова». Впервые он был напечатан в газете «Патриот Родины» 1 января 1944 года, то есть во время Великой Отечественной войны. И это не случайно, ведь сам Евгений Степанович во время войны работал журналистом на Карельском фронте, писал рассказы и повести на военную тему. В своих произведениях он рассказывал о героизме советских солдат, их армейских буднях, описывал солдатский ратный труд и короткие часы досуга, называл имена и фамилии командиров и рядовых воинов. Писал своего рода документальную хронику. А какие новогодние события происходили в рассказе «Концерт сержанта Голубкова», почему писатель именно так назвал свою историю, мы с вами сейчас и узнаем. Даже в посвистах ветра, даже в шорохе бозенки он хотел слышать музыку. Ветер дул со стороны вражеской обороны и снежной пылью слепил глаза. Сержант Голубков лежал в секрете, в маленьком укрытии, и прислушивался. Ему нужно было и наблюдать. Но что увидишь в такую черную ночь, когда невозможно разглядеть даже конец ствола своей собственной винтовки? Завтра канун Нового года. Для бойцов будет организован концерт. И выступит на концерте он, сержант Голубков. Три года назад он тоже выступал. Это было в родном городке, на Волке, в заводском клубе. Тогда слесарь Голубков, участник самодеятельности, имел огромный успех. В зале хлопали и вызывали на бис. Концерт затягивался, заведующий клубом ругался. Зал неистолстовал, и Голубков пел. Его слушали товарищи по церкву, люди, родившиеся и выросшие на Волке. Любящие свою чудесную реку. Голубков пел вниз по матушке по Волге, волжские частушки и песенки из кинофильма «Волга-Волга». Сержант прислушался. Это уже был не свист ветра и не шорох поземки. Он ясно различал музыку. Мелодичные звуки, долетающие из темноты ночи вместе с порывами ветра. Что за черт? Даже слышно отдельные слова знакомой песенки. Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Голубков мигнул глазом, щипнул себя за щеку. Нет, он не задремал. Музыка продолжалась. Слова русской песенки доносились с немецкой стороны. Когда налетал ветер, звуки музыки становились особенно сильными, густыми. Казалось, что темнота – это стена, а за стеной заведен гигантский патефон. Так в большом городе через трамвайный и автомобильный шум протискиваются звуки высоко установленного репродуктора. Ну, конечно, это репродуктор. Сержант Голубков не мог понять лишь одного. Почему у немцев русская музыка? Наша веселая песенка из кинофильма «Волга-Волга». Должно быть, это пластинка. Немцы ограбили какую-то квартиру, захватили там пластинки и теперь через усилитель их крутят. Голубкова охватила злоба. «Агентируют», – прошептал он. «Думают расжаловить, а потом кричать будут гнусные фрицы. Знаем мы ваше дурацкое. Рус, сдавайся!» Сержант горячился. «Вот сейчас бы по этой установке огонька дать из миномета. Взлетели бы фашистские музыканты вместе со своей шарманкой». Успокоившись, Голубков стал напевать. Удивительный вопрос. Почему же Геббельс – пес? А потом, напрягая слух, он начал улавливать, откуда доносится музыка. Он припоминал, в каком направлении поднимается высота, где стоит обгорелая елка, где бомба из самолета вырыта глубокая воронка. В уме сержант построил сложную геометрическую фигуру, одним из углов которой была его позиция. Утром сержант изложил командиру подразделения свой план. «Вы не только певец, но и математик», – улыбнувшись, сказал командир. Днем ввели наблюдение. Голубков сам уточнял свои ночные расчеты. «Приближалась полночь, приближался Новый год. Минометчики были в готовности к открытию огня». «Хорошо», – говорил сержант Голубков. «Жаль только концерт наш новогодний сорвался». И снова, как вчера, на вражеской стороне, в темноте загорланил репродуктор. Даже ветер не мешал ему сегодня. Он бесчинствовал в тишине, пока не прозвучал голос на нашем командном пункте. То была команда к открытию огня. Минный шквал раздробил тишину. Мины устарвались на вражеской стороне. Репродуктора давно было не слышно. А минометы били и били. Голубков лежал с двумя бойцами на своей позиции и следил за разрывами. «Точно», – говорила, – «славная музыка. Хороший новогодний концерт мы устроили фрицам. А спеть я еще спою. Будет время». Огневой налет был удачным. В подразделении его называли «концертом сержанта Голубкова». Мальчики и девочки, если вам понравилась эта история, тогда обязательно познакомьтесь и с другими фронтовыми рассказами Евгения Каковина в электронном сборнике «Осколок», которые вы можете найти на сайте библиотечной системы города Архангельска. Субтитры создавал DimaTorzok